Все мы с раннего детства читаем былины об отважных русских богатырях, храбро защищавших Русь от неприятеля. Самыми известными среди них считаются такие герои, как Алеша Попович, Добрнин Никитич и Илья Муромец. Последний у заказных богатырей занимает в русской литературе и истории особое место. Впервые о белье Муромце упоминается в письме, написанном в 1574 году Филоном Чернобыльским, старо-старши. По легенде, богатырь большую часть своей жизни был парализован и провел на печи, пока однажды в его доме не появились нищие волхвы, так в Древней Руси называли старцев. Странствовавших по миру и умевших колдовать. Они попросили воды, однако Илья ответил, что не может ходить. Волхвы вновь предложили мужчины подать им воды, и на этот раз Муромец смог встать и выполнить их просьбу. Он трижды выпил эту воду и почувствовал необыкновенный прилив сил. Самым известным подвигом Ильи Муромца считается его бой с Соловеем-разбойником. Историки полагают, что такой человек в действительности держал в страхе всех путников, которые ехали по дороге, ведущий в Киев. Звали его Магитой, а жил он в Черниговских лесах. Если бы Лины о богатыре не вымысел, что же можно считать его малой родиной? Некоторые исследователи полагают, что жил этот герой в древнем городе Муроме, который ныне находится во Владимирской области. Родился этот человек в XII веке, был необыкновенно силен, а свою жизнь закончил в Киево-Печерской лавре, став монахом и взяв имя Илья. В 1643 году его причислили к лику святых, как преподобного Илью Муромца. Мощи этого человека, который якобы и был известным богатырем, хранятся в Киево-Печерской лавре. В конце XX века они были исследованы межведомственной комиссией. Результаты показали, что останки принадлежат мужчине, умершему в возрасте 40-55 лет. Рост же этого человека достигал почти 1 метра 80 сантиметров, что по тем временам было очень много. По преданию, Илья Муромец, одолев соловья разбойника, связал его и отвез князю Владимиру к Красному Солнышку. Вообще все обылины, героем которых был известный богатырь, рассказывают именно об этом князе. Хотя на самом деле они никак не могли видеться, так как жили в разное время. Также не мог Илья Муромец быть знаком с Алешей Поповичем, жившим в IX веке, и Добрыни Никитичем, упоминание о котором относится к X столетию. Русский историк Дмитрий Иванович Иловайский также выдвинул версию относительно того, кто же сослужил прототипом легендарного богатыря. Им мог стать Илья Муромец, живший в XVII веке и выдававший себя за сына Федора I Иоанновича. Так или иначе, версия, согласно которой Ильем Муромцем был монах, живший в Киево-Печерской лавре, кажется правдоподобнее. Ну а на этом мы с вами заканчиваем. Всем пока и берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok